Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня у меня для вас не просто бюджетная косметичка, это мои настоящие фавориты из недорогого сегмента. Несмотря на большое изобилие люксовой косметики, которая имеется у меня в комоде, я с приогромным удовольствием пользуюсь всеми вот этими штучками, которые находятся позади меня. Не стану затягивать и поехали! Давайте начнем с тональных средств. Несмотря на то, что сейчас за окном лето, очень жарко, лично у нас за бортом 35 градусов, поэтому я жутко извиняюсь за возможный шум кондиционера. Без него я бы сегодня просто-напросто расплавилась. Я знаю, что многие летом не красятся, но все же бывают ситуации, когда макияж необходимо нанести. Если мы не выспались, если мы ходим на работу в офис, если мы идем на какое-то торжество, то хочется слегка прихорошиться. Но я не люблю перегружать кожу, и мое открытие последнего времени — это тот тон, который сегодня на мне, от бренда Seventeen. Он дает легкое покрытие. Если попасть в свой тон, то его реально незаметно на коже. У меня оттенок номер два, и он настолько хорошо сливается, при этом он не подчеркивает поры, при этом он как-то красиво выравнивает общий тон кожи, придает нам свежесть, и я в него влюблена. У меня оттенок номер два, и также его можно наслаивать в каких-то участках, где это необходимо. Конечно, он будет светиться в течение дня, если вы не используете пудру. Если же вы за такой эффект на лице, то обязательно обратите на него свое внимание. Он просто распределяется как кистью, так и пальцами, или же спонжем. Следующий тональный крем от бренда Belor Design, Nude Harmony, и он очень сильно напоминает мне мой любимый тон от Shiseido, который, к сожалению, уже не продается, и также и в Saint Laurent Tuche Kla. Он не просто увлажняющий, он не просто натурально смотрится на коже, он еще и придает ей красивый лоск. Такое свечение вот именно дорогого тонального крема. Он не очень сильно перекрывающий, но можно дополнительно воспользоваться консилером, или корректором, или же нанести в два слоя. Я показывала его в нанесении, я снимала отдельный обзор на Belor Design, можете глянуть, и это тот тональный крем, который будет шикарно смотреться не только на молодой коже, но и на возрастной. И, в принципе, то же самое я могу сказать о предыдущем и о последующих тональных кремах, потому что благодаря именно текстуре и финишу это не делает лицо таким иссушенным, каким-то морщинистым, неживым, матовым. Наоборот, вот летом, сколько бы ты ни пудрился, все равно какой-то блеск будет проступать. Поэтому я выбираю такие текстуры, и я хочу вам сказать, что летом практически бесполезно бороться с блеском, но для того, чтобы тональный крем не сползал в течение дня, держался на месте, лучше использовать такую легкую, матирующую, рассыпчатую пудру. Следующий тональный крем, который я могла бы рекомендовать, он мне очень понравился, грусть-печаль, потому что оттенок 52, сейчас для меня светловат, потому что я успела подзагореть. Это Bourjois Healthy Mix, но именно гелевая версия. Я попытаюсь у нас найти оттенок потемнее, и этот тон такой же пластичный, он очень легко наносится, но он уже больше перекрывает. Если вам хочется чуть сильнее выровнять именно цвет лица, если есть какие-то несовершенства, тоже присмотритесь, но при этом он не ощущается какой-то сухой маской на лице, он выглядит на лице, вот как-то, знаете, по-настоящему, он как будто сливается с кожей. И при том, что я люблю классическую версию Healthy Mix, я, пожалуй, скажу, что этот все-таки еще лучше, во всяком случае, на моей коже. Я спрашивала, как он вам, и многие девочки, у кого комбинированная, сухая, нормальная кожа, писали, что у них такие же впечатления, как у меня. Дальше у нас чуть более тяжелая артиллерия. Это тот тон, который я не выпускала из рук в конце зимы и начале весны. Это был наш пиклю в весне, когда у меня были постакны, еще продолжали появляться прыщи. Мне на тот момент хотелось и скрыть их, и также я должна была снимать видео, мне не хотелось показываться в таком виде, а этот тон делал какую-то магию на моей коже, потому что, во-первых, он очень хорошо все перекрывает, несмотря на влажный финиш, он стойко держался, он не подчеркивал поры, он не заваливался в морщинки. И вот я думала, с каким люксовым тоном я могла бы его сравнить. Я не знаю. Иногда, как начнешь копаться в люксе, и то не так, и это не так, и это при том, что стоит это очень дорого. А тут у нас бюджетная находка, и даже если, например, у вас по большей части нормальная кожа, красивая, но вот есть какие-то места, например, с пигментацией, и хочется это все скрыть, можно донаслоить вот этот тон. Я его обожаю. У меня оттенок 0,20. Он для меня все-таки больше летний, потому что он слегка загорелый. Но даже тогда я умудрялась наносить его на свою светлую кожу таким образом, что он смотрелся вполне себе гармонично. И если сейчас, например, вы выбираете для себя более легкие текстуры, то уж точно присмотритесь к нему в преддверии осени и зимы. Конечно же, такая подборка не могла бы обойтись без тонального крема от бренда Enough. У меня было очень много версий, и от некоторых из них я вынуждена была избавиться, по той причине, что уже вышел срок годности, и с этим, наверное, произойдет то же самое, хотя я использовала его где-то на 2 третьих. Я настолько восхищена тем, как можно было сделать такие бюджетные средства, которые выглядят так потрясающе на лице. И сейчас у меня остался только отбеливающий коллаген в довольно светлом оттенке для меня, таком слегка землистом 21. И зачем я его держу? Зимой, когда прям бледная, я могла наносить его как на все лицо, так и под глаза, и также очень часто я подмешиваю его в более капризные тональные средства, которые сложнее распределяются, которые темные, например, и мне хочется сделать их чуть более светлыми. В общем, для меня это настолько универсальный тон, и даже если вам, например, необходимо более плотное, стойкое покрытие, вы используете Double Wear или средства такого плана, но вам сложно их наносить, добавьте капельку коллагена. Ваш макияж станет в 100 раз проще, и, между прочим, я вот много раз пользовалась разными средствами от бренда Enough, у меня никогда после них не было высыпаний, у меня не забивались поры, и они делают макияж вот в стиле лучшая версия моей кожи. Я без понятия, что здесь намешано, за такую небольшую цену и за такой объем, но это реально работает. Единственная проблема, которая у меня с брендом Enough, это то, что он в Польше практически нигде не продается. Если у меня сейчас вышло что-то еще интересненькое, посоветуйте мне, пожалуйста, потому что я надеюсь, что в ближайшем будущем я снова поеду к маме, и тогда оформлю огромную посылку на мейкапе. Да, вы спрашиваете меня, где я достаю какие-то белорусские, например, средства из декоративной косметики, есть Makeup L. У них представленный бренд Luxe Visage, большинство моих ароматов из Makeup L. Makeup UA наверняка все вы знаете, у них самый большой выбор всего, что угодно, любая декоративная косметика, на каждый вкус и цвет и кошелек, мне нравится выбирать там уход, потому что тоже или что-то из недорогого, или профессиональные бренды, которые продаются, например, в салонах красоты, а мне тоже хочется попробовать протестировать люксовая косметика там по более лояльной цене, и, конечно же, есть бренды, которые, ну, вообще днем с огнем не сыщешь. Помимо этого есть Makeup Store, все вышесказанное относится к Makeup Store, и они отправляют в Россию, поэтому заглядывайте к ним, если вы находитесь в поиске, ну вот, чего ваша душа пожелает, очень часто я показываю какие-то польские бренды, которые не представлены, например, в России и в Украине, а на Makeup это будет, поэтому на заметочку всем любителям косметики. И последний тональный крем в этой подборке, который безупречно подойдет на каждый день и также на праздник, это Eveline Wonder Match, мне когда-то очень сильно нравился тональный с пипеткой, и периодически я к нему возвращаюсь. Но сейчас мне нравится чуть легче покрытие, и если сравнивать этот тон со всеми предыдущими, то он более сатиновый, то есть он дает чуть меньше вот этого влажного освещения. Он потрясающе держится на мне, его можно наслаивать, это где-то средний уровень покрытия, скажем так, но я всегда смотрю, достаточно мне или нет, и он тоже такой вот не пластилиновый, он не залипает, он не слишком быстро схватывается, с ним просто работать, и достаточно времени для того, чтобы ровно его распределить по лицу, чтобы он где-то там не скомкался. Тоже не подчеркивает поры, и упаковка здесь, конечно, прям такая люксовая. Это приятно не просто хранить на своем туалетном столике, но также пользоваться этим. И линейка оттенков классная, у меня есть практически все, если не все, и могу сказать, что каждый найдет что-то для себя. Категория консилеры. И здесь в первую очередь я без раздумий схватила консилер, который я купила повторно, это бренд Eveline. Это то, чем я пользуюсь на каждый день. Он супер кремовый, он супер увлажняющий, он хорошо держится, и я даже люблю его не припудривать. То есть если он где-то там западает в мимические морщинки, в течение дня я могу это все разровнять, или сразу после нанесения, излишки я убираю при помощи ватной палочки. Это консилер действительно Magic. И мой идеальный оттенок номер 2. Я недавно его закончила, он снова со мной, безгранично рада, еще и не особо потратилась. Следующий консилер еще более увлажняющий, еще более легкий. Он как консилер с какой-то сывороткой. Это бренд Belore Design Soft Focus. Мой оттенок 103. Довольно светлый, мне кажется, сейчас будет мне светловат. Его можно носить под глаза. Он действительно будет ухаживать за этой нежной областью, и вы можете говорить, что вы от природы такая свежий персик, и все вам поверят, потому что его не видно. Но опять же, это именно легкое покрытие. Тут не стоит ожидать того, что вы скроете под глазами всю свою жизнь. Нет. Категория стойка, но при этом терпима. Это Lovely, их жидкий камуфляж. У меня оттенок 4, слегка желтоватый, но не оранжевый. Мне нравятся и пудры под глаза, и также консилеры с такой легкой желтинкой, типа как ванильный цвет. Вот. И это тот консилер, который по сравнению с Tarte, вот говорят, что это аналог, но не аналог, это лучше. Во всяком случае, и на мне Tarte я не переношу. По стойкости это то же самое, но по тому, как ощущается, более приятно. Я много раз показывала, и опять же, на мейкапе это есть. Роскошная пудра от бренда Bourjois. Я скажу вам так, что этой зимой я несколько раз всего пользовалась метеоритами. Мне даже больше нравится эта пудра. Я не ожидала, что я когда-то это скажу, потому что я поклонница метеоритов. Я вижу, как они работают, но это еще как-то круче. Я не поняла, что произошло, но мне эта пудра безгранично нравится. И пахнет она так же, как румяна Bourjois. Это слегка такая розовая пудра в баночке, но когда она распределяется, она практически бесцветная, но зато она очень хорошо фиксирует макияж, она его иматирует и придает коже сияние. И вот клянусь вам, что если нанести на одну сторону метеориты, на вторую сторону это, то никогда никто не отвечает, где что. И как-то даже удобнее использовать именно рассыпчатую версию. Она не занимает много места в нашей косметичке, особенно если куда-то едем. И это такой фреш на лице. Ой, я люблю, не могу. Для тех, кто не любит все вот это сияющее, нужно наоборот сгладить лицо, скрыть поры, хотя предыдущая тоже не подчеркивает их. Но если вы больше именно не про сияние, а про фиксацию и мотирование, то у бренда Everline есть несколько пудр. У них есть еще хорошая разглаживающая пудра HD, но вот эта рисовая все-таки будет более матирующей. Есть пуховка, и она настолько мелкая, в упаковке белая, но на коже понятное дело это все незаметно. Она сделает ваше лицо таким вот, знаете, как отполированным. И при этом все, что вы будете наносить вместе с тональным кремом будет держаться супер долго. Столько, сколько вам надо. А в течение дня вы можете подправить макияж, например, если где-то проступит блеск, потому что жарко и лицо потеет, это естественный процесс. Но это можно все исправить. Брови. Если раньше все восхищались Анастасии и Беверли Хиллс и говорили, что ни в одном другом бренде нет ничего похожего, то сейчас ситуация кардинально изменилась и практически в каждом доступном бренде можно найти абсолютную жемчужину для бровей. Вообще-то у меня гораздо больше моих фаворитов, но многие из них закончились, это такой расходный материал, поэтому покажу только три. Первый из них от бренда Эволайн в оттенке Тауп. Мне понравились все цвета, которые они выпустили то ли в этом, то ли в прошлом году мне присылали все и они вообще без намека на рыжину. Оттенок Тауп тоже мне хорошо подходит, сегодня им накрашено и карандаш тоненький, не ломается, не слишком такой как бы восковый и не сухой, то есть быстро наносится и со второй стороны щеточка, всегда теряю колпачки. Также карандаш от бренда Белор Дизайн в Тауповом оттенке и номер 204. То же самое, тонкий стержень и текстура у него хорошая. Со второй стороны щеточка. И последний механический карандаш от бренда Люкс Визаж в оттенке 301 Тауповый. Это, пожалуй, самый универсальный цвет, который подойдет большинству и несмотря на то, что здесь щеточка отсутствует, я его люблю не меньше. Цветные гели для бровей. Первый, который я тоже в последнее время частенько использую, это цветной гель от Риммель с вот такой маленькой щеточкой. У него сильная пигментация, много не нужно наносить. Он делает брови более объемными, пушистыми, он придает им цвет и фиксирует намертво, как мой любимый Ланком. У меня самый светлый оттенок, но он также подойдет и светлым шатенкам, например, или таким холодным блондинкам. Следующий гель для бровей от бренда Севентин. Он чуть менее фиксирующий, но оттенок здесь суперский и помимо этого удобная щеточка делает брови такими пушистиками, красивый цвет и тоже хорошо фиксирующий гель для бровей, о котором я забыла. Он просто затерялся в моем комоде, это буржуа, он с фиброй, он делает брови густыми, он тоже хорошо все прокрашивает, щеточка бомба. У меня самый светлый цвет, но есть и потемнее, если вам это необходимо. Мой хит для бровей это то же самое, что делает мой любимый гель для бровей от Lancome с мега фиксацией от бренда Luxe Visage. Это прозрачный гель, но я часто использую его после карандаша или после теней, поэтому он вот так окрасился. С ним не нужно зевать, то есть выложили брови, я еще люблю все так пригладить, чтобы они не были такими мега объемными, ну то есть знаете, чтобы волоски не торчали, они у меня длинные, но не слишком густые, то есть я выкладываю их таким образом, как нравится мне, раз приклеила и все, даже если у вас челка, то брови останутся на месте. Это находка. Туши для ресниц. Хоть у меня и длинные ресницы от природы, они все равно не объемные, они не изогнутые, они не слишком густые и мне далеко не каждая тушь подходит, уж поверите мне на слово. С некоторыми как намучаешься, ой, стоп, забыла еще одну, вот, теперь у меня в руках все. Мне, конечно, больше всего нравятся именно силиконовые щеточки, но бывают и такие удачные классические, которые хорошо выкладывают мне реснички и мне нравится, когда удерживается вот та форма, которую я придаю ресницам, когда прочесываю их тушью. Первая туша, которая вы наверняка наслышана, это Maybelline Lash Sensational. Здесь мягкая силиконовая кисточка, щеточка точнее, и она, конечно, делает очень красивые ресницы, веером, и если наслоить, то они в самом деле могут быть до небес. Так как у меня глаза большие, мне нравятся еще и большие щетки. Тушь от Belor Design, она также у меня закончилась, Viva Selecta. Я показывала ее в нанесении, здесь вот такая большая щеточка, она захватывает все ресницы, так, хопа, и готово. Даже в один слой это крылья бабочки, моргаешь, и такое впечатление, что ты сейчас взлетишь. Это очень хорошая тушь, и я сейчас не крашу нижние реснички уже где-то полгода, и теперь я поняла, что иногда туши у меня отпечатывались и осыпались из-за того, что они были на нижних ресницах, поэтому я как-то вот так переключилась и крашу только верхние, мне кажется, что тогда взгляд более свежий, такой распахнутый, а не тянет глаза вниз, когда ресницы накрашены. Еще одна тушь, вот она самая легкая, самая объемная, самая разделяющая, и это самые пушистые ресницы, которые я видела на своих глазах, когда я пользуюсь тушью от бренда Max Factor. Если вы приобретете ее онлайн, например, на мейкапе, то она не будет такой дорогой, каким вот лично у нас бывает Max Factor в стационарных магазинах, но в любом случае эта тушь стоит того, чтобы на нее потратиться. Она мега черная, здесь силиконовая щеточка, и здесь самые густые вот эти вот щетинки, масло масляное получилось, но вы понимаете, о чем идет речь, и она также вот как выложит реснички, так и держится в течение дня. Конечно же, тушь от бренда Everline, у меня была база, она сейчас закончилась, причем я ее покупала дважды. Это линейка Varieté, и у туши, у базы под тушь одинаковая щеточка. База на самом деле становится прозрачной, когда ты наносишь ее на ресницы, и поверх нее уже как-то проще наносится тушь, и в меньшем количестве необходимо использовать тушь, когда у тебя уже есть база. Я люблю базы, но я не заметила, что мои ресницы стали крепче, гуще и так далее, когда я использую базу. В этом мне больше помогает сыворотка. Ну и конечно же тушь Varieté. Это тушь, которая и придает объем, и также длину. Сегодня она у меня на ресницах, она, к сожалению, также уже заканчивается, покупала неоднократно. Это одна из самых удачных форм щёточек именно для моих ресниц. И также при одном слое, вот как сегодня, да, у меня такая драма на ресницах, что меня это более чем устраивает. То есть раз-раз, и реснички готовы. Бронзеры. По большей части я люблю именно сияющие бронзеры. Я очень-очень редко использую именно скульпторы, разве что для съемки видео или на какие-то там вечерние мероприятия. Иногда добавляю, но чаще всего это именно бронзеры. И у меня есть несколько моих любимцев. Конечно же, это бренд Vibo. К сожалению, он до сих пор не везде доступен, но на мейкапе можно отловить. У меня оттенок 01. Это такой серо-коричневый бронзер. Он уже потертый. Мне даже некоторые средства стыдно показывать, но что есть, то есть, когда ты регулярно этим пользуешься. Здесь еще такая бумажная упаковка, поэтому она, конечно, слегка пачкает. Это довольно рыхлый бронзер, который пылит, но он так плавно распределяется по лицу, он дает такой красивый эффект отдохнувшей кожи. Ну и, конечно, оттенок здесь супер удачный. Еще один сияющий бронзер, который был в моих фаворитах, который я неоднократно показывала, это Eveline. И сейчас среди моих самых-самых оттенок 01. Это тоже такой серо-коричневый оттенок, особенно на лето или после лета. Обратите на него свое внимание. Также бронзер от бренда Seventeen в такой большой упаковке в оттенке 01. Он с золотистыми частичками, но когда ты набираешь это на пушистую кисть, то получается такая равномерная текстура. Это именно больше бронзер. Он все-таки золотистый, но не хочется говорить оранжевый, потому что это не совсем оранжевый цвет. Я тоже показывала его в своем инстаграме. И я люблю такой бронзер наносить даже на декольте, на лицо, на периферию, именно на плечи. Вот это прям летний, летний вариант. Хотя все бронзеры, даже сияющие, я использую в любое время года. Самый менее сияющий, но запеченный и простой в использовании это Physicians Formula. Причем я купила его недавно, не смогла найти. Возможно, я отдала его своей подружке по ошибке, потому что я отгружала немного своей косметики. Удачный оттенок для светленьких. Наконец-то я нашла тот, который мне подходит. Мне пришлось приобрести его повторно. И это именно тоже бронзер. Как такая сатиновая пудра с оттенком загара. У меня оттенок Light Bronzer. Это не совсем бронзер, это пудра. Но оттенок номер 4 от бренда Golden Rose я уверена, что приведет многих в восторг. Это такая золотисто-бронзовая пудра, но не рыжая. И за счет того, что это запеченная текстура, такая сатиновая пудра здесь, вы вообще без каких-то вопросов любой кистью нанесете это так, что будет красиво. И если вы светленькая девочка, и многие бронзеры вам не подходят, вы не любите матовые текстуры, то попробуйте эту пудру. Я недавно снова ее купила, она у меня была, и тоже отдала, потому что слишком много всего было, но думаю, нет, в этом видео я обязана вам показать это, потому что несмотря на то, что это пудра, и в упаковке кажется светлой, все равно она создает такую скульптуру красивую на лице, и оттенок загара, даже если у вас уже готов макияж, вы набираете немножечко этой пудры, проходитесь по зонам, куда ложится загар, и это роскошь. Если же вы все-таки больше по скульпторам, еще и по матовым, советую вам вот эти от Белор Дизайн, тоже несколько раз появлялись в моих видео, они смотрятся очень гармонично, то есть это не серо-лиловая полоска, это действительно как настоящая человеческая тень на лице, и вы можете выбрать подходящий для вас оттенок, особенно для светлокожих, и еще раз повторюсь, что удобный формат. Если вы, например, там не часто используете скульптор, или вам нужно что-то в поездку, именно для вечерних макияжей, на выход, чтобы не тратиться, можно купить достойное средство, у них очень такая бархатистая текстура, тоже не наставите себе пятен. Румяна. С румянами как-то скудненько, потому что я захотела показать только самые такие новые открытия для меня. Это Belor Design в оттенке 104, холодные румяна, и они сатиновые, они также придают лицу такой красивый блеск, несмотря на то, что в упаковке этот цвет кажется прям ярким, таким розовым, даже если вы загорелая девочка, можете попробовать нанести, это суперски освежает личико. Также мне нравится румяна чуть потемнее, и у меня они были давно, я не знаю, почему я ими не пользовалась, это Эволайн в оттенке 3, у них вообще суперудачная вот эта линейка, как-то много слов супер, вам не кажется? Ну а что поделать, если у нас с вами сегодня все суперское, и такого плана румяна я люблю наносить в тон помаде, и чтобы на глазах были только реснички, это суперстильно, это не требует особых навыков, то есть накрасил губы, так как у меня сегодня добавил румяна, и это невероятно красиво. Конечно, на лице цвет будет не таким насыщенным, а более полупрозрачным, смотря сколько вы бухнете себе, и эти румяна, вот когда вполировываются, они иногда даже смотрятся как кремовые, то есть есть у них какой-то лоск, но без частичек, и даже текстура такая необычная. База под макияж и кремовый хайлайтер. Для тех, кто любит деликатное свечение, ее можно подмешивать в любой тональный крем, наносить под тон, наносить поверх тона, и для меня это даже более удачный аналог средства от Charlotte Tilbury. Я их показывала вместе, и не помню, говорила тогда или нет, здесь полегче текстура, и она не так сильно будет подчеркивать какие-то изъяны на коже. Универсальный оттенок, у меня 01 nude glow, то есть такой как бы бежево-сияющий, но без блесток. Вот так это выглядит, я надеюсь, что будет видно приблизительно хотя бы, но это прям как будто вы очень хорошо сильно прям поухаживали за кожей, она прям светится, как такая здоровая, напитанная, молодая кожа. И такого плана средства очень хорошо смотрится на возрастной коже, например, если у вас есть видимые морщинки, то лучше использовать такие хайлайтеры, нежели обычные классические прессованные. Моя любимая база под тени от бренда Etude House, я не знаю, есть ли у них еще какие-то, у меня вот это, и я купила ее повторно. За что я ее люблю? За то, что она без цвета, она увлажняющая, то есть она не стягивает, не сушит веки, такая слегка даже жирненькая как будто, и поверх вот этой базы я наношу любые бежевые тени или даже пудру и последующие там какие-то тени. Она очень хорошо держит любые тени, как дорогие, так и дешевые, они проще тушуются, они лучше держатся и также не бледнеют в течение дня. Тени. В этот раз я решила не показывать палетки от Evelyn, потому что мы с вами уже очень подробно их обсудили, мое мнение о них не изменилось. Если ищете классные недорогие тени, то вот эти длинные палетки и маленькие четверки до сих пор очень сильно рекомендую. И также из восьми по-моему цветов такие длинненькие, маленькие, компактные. Я обязательно укажу вам название внизу в инфобоксе. Вообще я постараюсь максимально так хорошо проработать свой инфобокс, чтобы у вас не осталось никаких вопросов. Все полные названия, ссылки, где можно будет сравнить цены, также приобрести в разных странах, я потружусь на славу для вашего удобства. Итак, тени. Те тени, которые мы с вами еще не обсуждали на канале, но на самом деле многие из них у меня уже давненько. Первая это палетка от Revolution. Я заказывала ее на польском мейкапе, вот только я не помню, это именно Revolution или их какой-то подбренд, она в бархатной розовой упаковке. Конечно, будет пачкаться, но как-то я ее уберегла. Здесь присутствует большое удобное зеркало, которое не искажает картинку, и здесь подборка таких цветов, которые мне нравятся в моем макияже. Особенно здесь прекрасны матовые и шиммерные. То есть сатиновые они довольно обычные, ну сатин да и сатин, их сделать проще простого, как мне кажется. А вот эти переходные и похолоднее, и нейтральные, и потеплее, что-то персиковое. И в качестве основного макияжа глаз, типа как монотени, тоже шик, черный цвет, я рисовала им стрелки, коричневый, он такой нейтральный, я бы сказала, и не рыжий, и не слишком холодный, и красноватый, и бургундий оттенок, и вот эти сияющие, они тоже классные. Я очень часто смешиваю розоватый и золотистый, или вот такой, в общем, по-разному миксовала, и я помню, что даже на день рождения своих мальчиков я красилась этими тенями, было много вопросов, Оля, что так сияет, тогда на мне были эти тени, палетка классная, но это скорее именно такая нюдовая палетка, потому что, несмотря на наличие нескольких темных цветов, большая часть здесь как бы про дневной макияж, про нюд, только с легким оттенком, то похолоднее, то более насыщенной, ну и, конечно, блестяшки. Я понимала, что я приобретаю, и я чаще всего крашусь приблизительно так, как вы видите сейчас. Самые необычные по текстуре тени, я показывала вам макияж с ними, и это тени от бренда Max Factor, опять-таки, вы знаете, где можно найти по более приятной цене. Это тени, не то кремовые, не то какие-то, не знаю, как их можно описать, но они вот даже продавливаются, когда их трогаешь. Я больше всего люблю их наносить пальцами, кисточками у меня с ними не получается, но пальцами это получается супер простой макияж, смоки, пожалуйста, просто золотистый, окей, и эти тени не затираются, в отличие, например, от Charlotte Tilbury. На самом деле, вот два верхних цвета сильно напоминают мне Charlotte Tilbury, потому что это очень прозрачная текстура, это мерцающие частички, вся палетка, она не матовая, то есть вот эти два статиновые потемнее и с красненкой, и бронзовый такой, ванильный, они более смеркающие. Мне нравится, и это для меня быстрый вариант макияжа, когда мне нужно вот просто накраситься, при этом не использовать миллиард кисточек. Мне понравилась эта текстура теней, у меня есть еще одна лиловая палетка, но я как-то не доберусь до нее, также мне пришли некоторые средства от бренда Seventeen, я с удовольствием их попробовала, и вы знаете, вот эти две палетки произвели на меня прям супер классное впечатление. Почему? Во-первых, это универсальные палетки, в которых присутствуют как тени, так и румяна, еще и хайлайтер, но я хочу вам сказать, что их также можно использовать и как тени. Да-да! Одна понежнее, порозовее, вторая как бы золотисто-теплая, но обе являются универсальными, и я вот этой розовой красилась в инстаграме, здесь очень красивый переходной оттенок, также для затемнения, более такой насыщенный, холодноватый, но самый большой кайф, это центральные цвета, розоватый, он как будто тоже кремовый такой, и вот этот золотистый, он сегодня нанесен у меня на подвижном веке, и они вот рыхлые, но так круто распределяются, они реально ведут себя как кремовые тени, и очень сильно сияют, как будто такой влажный пигмент, вот что-то в этом духе, ну круто же, тоже одним вот так вот движением пальца у вас получается вечерний макияж, можно делать как дневной, так и вечерний, вообще матовые здесь приятные, тоже не пятнят, хорошо держатся в течение дня, и хайлайтер мне понравился тоже из вот этой такой тепловатой, он больше мне подходит, но румяна в этой холодной розоватой тоже очень крутые, освежающие, поэтому могу однозначно советовать. Кремовые тени, это один из моих самых любимых продуктов вообще, в принципе, в косметичке, потому что можно использовать и как базу, и в качестве быстрого макияжа наносишь, прорисовываешь складку века, и все, готово. Я вам показывала в подборке на весну и лето вот такие тоже как бы полукремовые, слегка маслянистые тени, но маслянистые именно по текстуре, то есть они очень пигментированные и хорошо наносятся от бренда L'Oreal. это оттенок Powerhouse холодный вот такой серо-коричневый и действительно они хороши, я ими долго пользовалась, пока мне не пришла посылка от бренда Reluie, правильно, да? И номер 12 покорил мое сердце настолько, что если вы знаете, я крашу губы и хочется подчеркнуть чуть больше глаза, но чтобы не было чересчур и чтобы это был матовый макияж и в качестве тоже базы, блин, он просто прекрасен, вы должны это попробовать, потому что это так удобно, это так стойко, это такой богатый цвет, номер 12, он холодноватый, тоже серо-коричневый, но он вот не смотрится как инородное тело, при том, что у меня более теплая внешность, вот, и тушуется он как масло, знаете, вот просто растягиваешь, и при том, что у меня даже была светлая кожа, он всегда смотрелся, ну, так, я даже не могу подобрать правильное слово, я долго искала такой оттенок именно в кремовой текстуре, чтобы она была легкая, чтобы не залипала, и даже по сравнению с Армани, с матовыми, этот мне нравится больше, я вам честно говорю, он 100% будет моих фаворитах года, очень мне нравятся кремовые тени, точнее, жидкие бренда Белор Дизайн, я делала на них обзор, опять-таки, и, по-моему, еще и макияжа был именно этот цвет, я максимально часто им пользуюсь, и не ищу ничего другого, ни подешевле, ни подороже, золотистый цвет, сейчас лето, девчонки, у них хорошая пигментация, и они на мне прекрасно держатся, конечно же, люкс визаж, их жидкие металлические тени, мне кажется, что у них немножечко поменялось, как будто текстура, потому что у меня сейчас три новых оттенка, даже больше, но вот три, которые мне тоже приглянулись, и сразу намазала, намазала, я ходила по дому сначала с одним таким глазом, потом другой сделала другим, короче, весело живется моим мужчинам со мной, конечно, на каждый день самый красивый оттенок, лично для меня, нюдовый, он похож на Армани, в номере 11, это 4, здесь и розовинка, и золотистый цвет, и слегка серый, и персиковый, вот он такой монагогранный, и это красиво подчеркивает вашу радужку глаз, освежает для возрастных век, это тоже такая вот легкая текстура, люблю, что касается вот этих трех новых, мне кажется, что они стали еще более, нет, точнее, менее сушащими, и вот какими-то еще просто лучше стали, я не знаю, может у меня старая какая-то партия, сейчас они все обновились, но вот эти три оттенка, я даже сводчила, и, ничего себе, как блестит, номер 18, слегка оливковый, холодноватый, для смоуке айс, для вечерних макияжей, девчонке, ничего больше не надо, затемняете линию роста ресниц, складку века, и у вас макияж просто отвал башки, извините за выражение, вот, у меня когда-то был похожий цвет из Армани, и вот они менее сушащие, чем Армани, старые, во всяком случае, у меня не было новых таких цветов от Армани, но они так красиво сверкают, и это тоже, как россыпь разноцветных блесточек, необычный цвет, не могу сказать, что буду использовать прям каждый день, 19, если делать стальные смолки, например, и поверх добавить вот этот, я уверена, что вы поразите всех на вечеринке, только посмотрите, вы это видите, при том, что текстура легенькая, они как будто еще сильнее отражают свет, цвет, и божественный цвет номер 16, темный такой шоколад с золотом, но опять же, золото очень спокойное, очень такое люксовое, ух, вы меня, конечно, поражаете, белорусские бренды, обожаю, вот так это выглядит, это сейчас, видите, темный такой, но он все равно с отплеском, я не могу нарадоваться, когда нахожу что-то настолько восхитительное по качеству, для тех, кто выжил со мной в этой жаре и дождался категории губы, долго вас не буду задерживать, я выбрала прям такое все самое, знаете, близкое мне и по цветам, и вот то, что у меня в использовании, потому что много достойных средств для губ в бюджетном сегменте, у меня также закончился еще, пока не забыла скажу, блеск от бренда Eveline у меня был в третьем оттенке, насколько я помню, я точно напишу в инфобоксе, и он очень хорошо смягчает губы, он придает им объем, он и ухаживает, и красиво блестит, просто это был мой блеск, который я мазала каждый раз, когда выходила на улицу, для того, чтобы губы не обветрились, после матовой помады и поверх матовой помады любого карандаша, это то, на что я советую обратить внимание, если вы любите блески, также для любителей блесков напоминаю, что вот эти блески от бренда Lovely, они очень хорошие, все в принципе то же самое, что я говорила только что о Maybelline, я могу сказать и об этом, и мне очень нравится цвет в номере 3, часто, когда он на мне, вы задаете вопрос, что это, я беру коричневый карандаш от бренда Nabla и этот блеск, больше ничего, это выглядит как на каких-то, вы знаете, фотографиях от топовых визажистов, губы сочные, они более объемные, такие аппетитные и ухоженные, еще достала из своей поясной сумки вот такое масло для губ от бренда Luxe Visage, у меня в оттенке 104, хотя у меня их больше, но пока что я познакомилась с этим и мы неразлучны, очень деликатное масло, которое не растекается, но это не то масло, это больше как какой-то типа как лосьон, что-то такое, но вот лосьон мы мажем на тело, а это как для губ, поверх карандаша тоже симпатично и цвет красивый, такой нюдово-розовый, я не представляю себе свой макияж губ без карандаша, по той причине, что у меня асимметрия и в принципе сам контур губ не очень четкий, поэтому когда я обрисовываю свой настоящий контур, даже тетя недавно в Украине меня спросила, ты что, подколола губы? Нет, не подколола, я просто выбрала классные карандаши и не знаю печали, нюдовый карандаш, вот прям нюд-нюд, но не такой, чтобы бежевый какой-то в цвете корректора или консилера, слегка холодноватый, но довольно универсальный, люкс визаж 201, пинап линейка, это матовые супер стойкие карандаши, если вам нужен хороший там карандаш для красной помады или для любой другой, в принципе, если вы ищете любой оттенок, то у люкс визаж вы точно подберете в тон к своей помаде, потому что линейка очень обширная и я, к сожалению, тоже не могла найти у нас эти карандаши, я бы с удовольствием закупилась очень многими цветами, карандаши от бренда 17, очень мягкие, они гелевые, они застывают, вот у вас помада будет съедаться, а контур останется на месте, мне понравился оттенок 3, написано, что натуральный, но это такой нюд, вот знаете, помаду от MAC Velvet Teddy, она бы подошла к нему безупречно, и Cranberry, это 08 цвет, сегодня он у меня на губах, такой розово-холодный, но он не прям вот розовый барби, да, а такой, наверное, ему ближе к фуксии, хотя я не очень люблю фуксию, а тут как-то меня потянуло и он не такой яркий, как зачастую бывает фуксия, красивый цвет и карандаши отменные по качеству, сегодня на мне также помада, которая по цвету напоминает мне карандаш от Charlotte Tilbury, Pillow Talk, он кардинально отличается от помады, и это цвет тоже близок к кармане, 500, и эта помада очень такая тонкая на губах, она не сушит, при том, что это матовая стойкая помада, она не сушит, она сегодня у меня с самого утра на губах, я много чего делала, я ела, я пила кофе и много болтаю с вами здесь, это оттенок 0,6, супер красивый, персиково-розовый и по качеству тоже топ, что касается помады от бренда L'Oreal, но не могу не вспомнить, это тоже похожий цвет на предыдущую, но совершенно другая текстура, она тоже уже заканчивает, это в принципе все, номер 100, 100, 100, 100, 3, 102, извините, и она не пахнет как помада L'Oreal, то есть это что-то такое ванильное, если вас всегда это смущало, то здесь другая история, удобный формат, потому что тоже наносишь раз-раз, она матовая и она долго держится, это те цвета, которые я чаще всего сейчас предпочитаю в макияже, это тоже мой фаворит года, помимо этого девчонки я полюбила красные помады, да так, что иногда вот прям вообще не хочется делать никакой макияж, накрасила брови, одела очки и помада красная, и ты звезда этого дня абсолютно точно, я себя суперкомфортно ощущаю с таким вот красным, знаете, что вырви глаз, как перец какой-то ядреный, то есть я не люблю классику на себе, не то чтобы не люблю, мне больше нравится именно вот такой современный красный и это Буржуа матовая помада 0.9 еще у бренда Пупа, там совершенно другая текстура, жидкая матовая помада, но я посчитала, что Пупа немножечко дороговато будет для бюджетного сегмента, скажем так, это скорее такой миддл маркет, но Пупу я люблю тоже нежной любовью, просто решила, что как-то немножечко не в тему, наверное, но у них помады прям огонь, номер 6 и номер 10, красные такие вот в моем стиле, что касается этой помады от Буржуа, она не классическая матовая, которая застывает, она как суфлейная, но при этом у нее очень хорошая пигментация, я ее наношу даже без карандаша, и держится она прям стойко, она комфортно ощущается в течение дня, у меня есть разные оттенки, но как ни странно, даже больше я полюбила именно красный, и это такой стильный, сочный, яркий, секси, красный, вы себе не представляете, как сильно рада я была повидаться с вами, мне хотелось поболтать о косметике, я надеюсь, что это видео вам пригодится, составить свою косметичку с нуля, или подобрать конкретные средства, или попробовать какие-то новые оттенки, но при этом не потратиться, или новые текстуры, какие-то новые средства, в принципе, я правда старалась, это то, что я люблю, то, что вы неоднократно видели у меня и в инстаграме, и на ютюбе, это видео не создано в коллаборации с каким-то конкретным брендом косметики, это вот чисто, знаете, действительно то, что я могла бы рекомендовать своей маме, своей подруге, и так оно и есть, я всегда делюсь всем со словами, что это недорого, но поверь мне, что тебе очень понравится, и даже по сравнению с люксом, это бомба, это настоящий хит, все, я вас целую, обнимаю, поставьте пальчик вверх, если вам было сегодня со мной интересно, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро!